зависит от вашего бакграунда и не знаю вашего моего умения рассказывать и значит смогли ли вы там посмотреть поискать материал соответствующий так далее так вот сегодня мы попытаемся как-то связать все в кучку вот от тех абстрактных картинок о том как мир устроен как там транзисторы где-то с чем-то спаяны через команды процессора и так далее мы придем уже к инструментам вот чем конкретно занимается программист вот и как ну какими-то инструментами пользоваться то есть по идее я вам рассказываю сегодня последний кусочек который вам должен помочь сделать первую домашнюю работу то есть больше никаких кусочков про первую домашнюю работу я рассказывать не собираюсь поэтому если что-то непонятно вы меня сразу восстанавливаете вот тут не понял давай здесь сначала я буду там в разные стороны отходить от этого и так давайте вспоминать что такое ассемблер мне к первой лекции вернуться или язык такой да а что за язык такой а вот еще смотрите иногда говорят ассемблера иногда говорят язык ассемблера есть разница или это одно и то же о давайте тогда интересно тогда вот расскажите что такое ассемблера что такое язык ассемблера если ассемблер это язык такой то язык ассемблер это язык сэмблера давайте вашу вашу версию . да они же его языки есть сейчас а я понял значит есть некоторые недопонимания вот носи все умеют программировать вот вы умеете носить программировать она java а на каком языке вы умеете программировать писать программы можете хоть какие-нибудь так отлично носить на java да а запускать их вне среды нет вне среды разработки может я же не знаю я спрашиваю так хорошо то есть вы знаете что есть какая-то какая-то стадия до между тем как вы программу отредактировали и тем как ее начинает выполнять java машина все понимают о чем мы сейчас разговариваем то есть вы пишете программу на одном языке потом применяете какой-то магический инструмент который переводит эту программу на другой язык случае с java он переводит на язык там не знаю байт кода до какого то там язык виртуальной машины случае си например или с java вот этот магический инструмент называется компилятор но там компилятор линковщик есть вот еще некоторая разница я вам там это потом напомню вы конечно это знаете да вот теперь давайте ту же самую картинку переведем в ассемблер или язык ассемблера или еще что-то да тут немножко просто в терминологии надо разобраться вы пишете программу текстовом редакторе на языке ассемблера правильно а потом магический инструмент который называется ассемблер эту программу переводит в чё машинный код правильно отлично теперь мы знаем чем отличается ассемблер от языка ассемблера прекрасно теперь вопрос а почему существуют как вы думаете разные ассемблеры или или это гипотеза неверная архитектура это что у нас в предыдущем повествовании не было слова архитектура разный машинный код до разные выходной язык до разная система команд у процессоров или у машин да как мы говорим прекрасно как вы думаете кроме тупого перевода каждой строчки там какой-то машинной инструкции записаны на человеческом языке в такие же бинарные коды стоит ли добавить что-то в ассемблер ассемблер не в язык но и в язык тоже стоит ли туда что-то добавить чтобы получить больший уровень там сервиса какого-то или нет ну пускай хотя очень странно для ассемблера добавлять оптимизации это очень так как-то я пишу но может фактически на языке процессора мне говорят подожди чувак ты ничего не понимаешь раз я сказал да допустим что еще можно добавить вот вы сделали домашнее задание чего можно добавить что там от ассемблера а что аппаратуры для которой вы пишете там же есть разные кусочки то там же не только машинные команды приведенные в какие-то мнемоники там есть какие-то назначения это хорошо что вы понимаете под системными вызовами языке кто кто сказал вы сказали но смотрите идея вот в чем помните мы здесь вот вот на этой доске где-то долго долго разбирали идею о том как же вот программа начинает выполняться на процессоре должен кто-то загрузить до либо bios либо там операционная система либо еще что-то и чтобы это сделать надо ну как-то вот этот бинарный код разметить да надо показать где там данные находятся где находятся там не знаю команды да как какие-то там где находятся символы которые должны быть снаружи видно или наоборот где находятся внешние символы которые я хочу использовать правильно вот вот ассемблер добавляет к языку собственно процессора к набору команд процессора еще какие-то вещи которые ну а структурируют как-то программу б позволяют там повысить читаемость этого всего кода да ну понятно правильно вот давайте посмотрим да мы рассматриваем еще перед тем как я все-таки вам первый слайд покажу еще один вопрос у вас должен был возникнуть или у меня вопрос такой а как вы думаете может ли так быть что в описании на процессор команды одни а их аналоги в языке ассемблера другие если может то зачем а если не может то почему вот смотрите вы берете помните я ссылался все вы берете там мануал кто-нибудь его скачал поднимите руку кто скачал так но уже хорошо то есть понятно ядро группы присутствует что у вас так мало места на диске знаете есть такая кнопочка control f вот ну это это и там еще и содержимое да окей значит так вот вы берете мануал на этот процессор там есть команды ну какие то вот там написано move там не знаю что пуш еще что-то как вы думаете если какой-то смысл в ассемблере эти команды как-то изменить или нет еще раз если есть то какое если нет то почему это вопрос я повторил непонятно это хорошая идея это хорошая идея бывает так так бывает что вот например если читать систему команд процессора intel то покажется что они не всегда однозначны ну то есть нет не всегда понятно что с размерами аргументов происходит ну неясно просто вот и показываешь адрес какой-то от что за аргумент есть там разные инструкции там допустим которые загружают там в регистр там байты слова там двойные слону что такое и и как то вот вот система команд самого процессора в описании она вот ну не всегда вот очевидно и вот поэтому поэтому действительно это это первая причина вторая причина вот действительно была озвучена если вы пишете куда программу и хотите ну чтобы хоть какие-то кусочки были там похожи на разные машины например да что вы хотите вот эту вот незначительную разницу для вас незначимую разницу для вас чтобы с этой разницей разбирался ассемблер вот вы можете в этот ассемблер добавить кого-то языка до каких-то изменений команд так вот связи с этим первая сложность как с которой встречаются люди начинающие программировать на ассемблере в linux это то что там система команд используется айти нт вот что это это такая какая-то корпорация американская чем-то занимающиеся я забыл чем вот значит система команд да это была шутка вот просто я паузу не сделал поэтому никто не засмеялся за счет система команд используется по умолчанию вот айти нт это просто исторический такой контекста потому что из юникса там куда-то все это вот так кочевала 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 вот и ассемблер называется ас ну или газ до гно сэмблер вот и так из чего же он состоит давайте посмотрим на я ведь и забежал уже на слайд да то есть набор команд айти и т.н. и и intel то есть вот синтаксис мы айти нт используем почему потому что если вы вдруг в linux и будете читать какой-то код на ассемблере не дай бог ну или отлаживать свою программу которая упала иногда вам придется смотреть на ассемблер да вот тут мне как кто-то задавал в кулуарах вопрос зачем мне все это вообще надо я пишу на java вот мой ответ был примерно такой но вот java машина она как бы виртуальная на чем она написана java машина на чем написано бывает на разном бывает ну так который вот сам написано на си плюс плюс очень хорошо написано на си плюс плюс а значит там есть указатели значит там есть память значит там много чего есть интересного что может упасть а чтобы это отладить ну вот ребята надо иногда вас амблер спускаться ну либо сказать что о не 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 это там это тайное знание это не ко мне это вот пусть инженеры там сан или оракал там сейчас нынче отлаживают я лучше баг за report дальше какие есть в этом айти нт синтаксисе значки из которых складывается программа их вот тут немножко до латинские буквы и цифры вот такие значки я запятую специально не писал потому что тут запятая есть до какой-то процент доллар звездочка . запятая подчеркивания дальше разделители скобочки двоеточие пробелы то бы вот и есть команды процессора которые идут из мануала может быть какими-то модификациями сейчас обсудим а есть команды ассемблера то есть те добавочки которые ассемблер добавил ну или там не ассемблер добавил который ассемблер имеет для того что в своем языке для того чтобы что-то там более удобно или быстро или понятно делать вот метки как строятся метки и что такое метки сейчас будем вспоминать во-первых как метка записывается но вот пример метки специально чтобы объяснение написать пример метки до какой-то текст длинный и двоеточие вот теперь давайте это сама описывающая себя метка до пример сразу содержащие пример сейчас я фломастер только найду кто видит фломастер никто не видит плохо без фломастера то нам не обойтись а но это у меня есть подозрение что они не работают эти фломастеры а нет их просто спрятали я понял их просто спрятали итак что такое метка и зачем она нужна в процессоре вот у нас есть память не процессор в ассемблере вот у нас есть память память обычно я уж сейчас скажу это я раньше так по умолчанию делал память обычно рисуют либо вот туда либо туда да вот осенью направлена либо след слева наверх слева направо либо снизу вверх вот память хорошо вот предположим у нас в памяти лежат какие-то данные до такой длины вот такой длины например какой-то разные и нам хочется с этими данными что-то сделать но мы не можем вообще данные использовать кроме как вот в языке высокого уровня вы что делаете заводите переменную вот а что такое переменная вот с точки зрения там процессора у меня такого понятия переменная правильно поэтому ассемблер вам позволяет размечать память то есть в текст программы добавить прямо в текст программы или куда-нибудь добавить такое какое-то слово поставить двоеточие эта метка что это значит это значит что если вы вот это слово какое-то поиспользуете где-то в языке она будет эквивалентно адресу в памяти ну где вы эту метку поставили не понятно то есть если у вас есть какой-то что-то да например данные какие-то или код программы идет вы можете в любом месте прям посередине вот между этими ну или перед там какой-то инструкции поставить метку и это будет означать вот это место которое следует за ним что что такое вот это место но во первых это может быть переменная тогда дальше идет определение переменной либо это может быть команда тогда эту метку можно использовать просто как ну для передачи управления до сделать вызов или просто сделать go to туда до джамп вот так ну и вот еще что интересно . метка текущего адреса вообще зачем нужно как вы думаете зачем вообще такую метку иметь чтобы знать зачем вам вот что это зачем зачем чтобы вычислить относительный адрес давайте я вам более прозаический пример приведу вы за да правильно вы собрали одну метку например стринг стринг и тут написали байты да ну там байт но я пока немножко забегая вперед и тут вот чудо там какие-то данные а потом его здесь пишите допустим слово какое-то word ну я чуть-чуть забегает обозначает просто что мы выделяем какое-то целочисленное значение дальше пишите так . минус стринг то есть что такое получилось выпал вы завели здесь какое-то слово до 2 байта и взяли и посчитали сразу чему оно равно ну тут имя надо еще и пропустил да значит . то есть вот тут с этого места до куда тут до сюда все взяли вот такую длину строчки посчитали вот такой эксперимент это очень часто так делается ну вот это я привел ну просто чтобы иногда там в коде такое встречается что вот метки типа написали там 2f то есть не важно как она называется но в общем через один jump 2f это значит передать управление там на какую-то через следующую метку да или же jump 1f на следующий ну б соответственно назад forward и backward ok про метки ясно прекрасно данные до подметку нету место вот смотрите вот 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 возвращаемся сюда вот смотрите вот этот код ну предположим что мы просто программу пишем да как мы пишем сейчас я все-таки стул беру на мешать как мы пишем программу мы перечисляем инструкции там мув чего-то да какой-нибудь там не знаю джамп ну вот просто какие-то инструкции возможно с аргументами правильно эти инструкции укладываются в память ну вот память вот и вот вот это мув в это транслируется вот в это там джамп покороче там еще какие-то инструкции вот это память да вот вы можете любой как бы байт вот вставив между мув и джамп написать там тест две точки то есть вы на уровне машинного кода ничего не добавляете но на уровне ассемблера языка ассемблера вы добавляете вот такой объект который называется метка который указывает сюда по понятная идея то есть в тексте программы на языке ассемблера вы эту метку видите вы понимаете где она как на чё она указывает но понятно что она указывает вот на эту вот команду до следующий вот но машинном коде вы этого не видите его там просто нет этой метки и у просто нет вот почему потому что если вы делаете например джамп на какую-то следующую метку next да то в реальности вот этот джамп ассемблером превращается в машинную инструкцию джамп ну там например плюс 2 или там плюс 4 да то есть он просто вычисляет смещение относительно вот этого места то есть вот до этой метки вот тут он так транслирует если бы программировали в машинных кодах вам бы надо было в голове это дело то есть она сколько там инструкции занимает 1 2 3 4 а вот у нас на 8 вот так вот да вот это и есть работа ассемблера он вам как бы облегчает написание задач то есть это не машинный код вот разницы чувствуете да дальше идем окей я уже сказал в языке высокого уровня бывают переменные что это такое такие магические конструкции которые обозначают следующее вы написали ее под нее где-то в неизвестном если разобраться где-то выделилась память какого-то размера и вы по имени можете туда значение писать если неправильно значение пишет вам компилятор скажет ух не того размера или не того типа вот значит в языке ассемблера обычно используют ну скажем так базовые типы данных что только базовые типы данных базовые типы данных это те с которыми работает процессор вот самое базовое слово да помните там я уже проговорился сначала было слово да они байт то есть вот как процессор работает с памятью в общем случае да вообще-то он оперирует такими кусочками данных которые соответствуют слову то есть если он 32-разрядный да он вот своим словом как бы оперирует да поэтому видите здесь слова word нету здесь есть типы данных которые имеют фиксированный размер вот в java там хитро сделано да там решили ну вот in такой там да этот там такое и все его на какой был архитектуре не запускали но он как бы вот одинаковый а здесь не так здесь есть вот типы зависимые они зависит от процессора от его разрядности а есть типы вот независимые вот независимые тип они есть в ассемблере вот они байт short long quad понятно да вот такие вот штуки дальше а теперь то такой большой 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 разговор про регистры давайте вспомним что такое регистр чейка памяти внутри процессора отлично одну детальку хочу чтобы вы добавили чем она от памяти отличается эта ячейка памяти правильно но быстро это ладно память может у меня какая-нибудь хитрая память очень быстро правильно правильно то есть у этой ячейки памяти есть имя специальное она всегда в одном месте то есть не на мне нет адреса у нее стиме вот и все в процессоре вернее чуть все в ассемблере осуществляется по имени если вы работаете с регистрами то вот набор регистров он вытекает из архитектуры процессора то есть у вас вот в процессоре есть набор регистров конкретных некоторые регистры они хитрые вот вы мануал зря стерли но наверное вы просто его читали вот некоторые регистры хитрые они вкладываются один в другой например вот помните я вам говорил были регистры я честно говоря это сам не проверял но я думаю что это правда были регистры там a b c да наверное они были какие-то коротенькие совсем наверное восьмиразрядные но может быть я ошибаюсь я про них не буду рассказывать не знаю вот значит тот компьютер который я первый видел имел регистры такие а x bx и x и так далее вот как эти регистры устроены в процессоре они устроены так возьмем а x а x это было кстати на прошлом в прошлый раз да но я еще раз повторю потому что это важно значит а x вот это все а x регистр а x наверное extended да вот у него есть две половинки да а h и а л кто не знает откуда такое а шел чё бы значит хайлоу правильно дальше есть регистр и а x но как бы не этот вот я их да он длиннее там вот это я x и а x вот такой вот он вот и все регистры они устроены почти все регистры устроены так все регистры общего назначения устроены так к которым мы и переходим и так вот я сказал что наверное были abc и так далее да но вот есть еще некие аббревиатуры я подозреваю что их подогнали под abcd а вот смотрите регистр а или x аккумулятор значит вообще вот все вот эти регистры которые здесь есть их можно использовать но почти как угодно то есть хотите загружайте туда данные хотите оттуда выгружайте данные это неважно вот но в некоторых операциях некоторых процессорах они имеют фиксированный смысл то есть просто так договорились что например вот результат всегда кладется в регистр а x вы чуть вызвали результат в регистре x вот то есть мануал он не такой что надо каждый раз смотреть а что там операции 1 возвращает в x в другая возвращает там bx 3 в dx то есть вот тогда это кошмар до для программиста что за вопрос да одно слово правильно правильно то есть у вас вот когда вы работаете на процессоре не надо думать что там у вас ну есть процессоры у которых там много у которых там регистров общего назначения там не знаю 255 или 256 и больше там неважно а вот здесь у вас очень маленькая вот надо понимать да что за язычок такой маленький язычок то регистров мало там тогда сейчас там будет еще мега ограничение которое придется так сказать принять итак аккумулятор да вот принято что в x всегда лежит возвращаемый результат даже такой есть вот там способ ну такое соглашение одно из на функция вызывается навсегда результат возвращает в x а вы скажете а как же если я там массив возвращаю ли там вектор или что очень просто если объектом возвращая до какой-то объект большой очень просто объект кладется в стек давай x кладется ну вот например указатель да или там размер лишь вот то есть всегда в x тон аккумулятор накапливает результат и bx но здесь написано базовый регистр применяется для хранения адреса на некоторый объект в память пока это не очень понятно да потому что мы там говорили вот есть какая-то база там да есть что-то как-то адрес вычисляется вот я сознательно не лес какие-то детали вычисления потому что но и зависит от архитектуры даже от режима процессора зависит к которому в котором он работает а вот поэтому я очень обтекаемо там ходил сейчас вполне конкретно поговорим вот то есть надо просто думать что некоторые операции если принимают адрес ну например там вы хотите строчку там занулить какую-нибудь да вы кладете этот адрес в и bx или в bx ну в b короче да вот да действительно это похоже на указатель ну вот в языке там c++ или сечет пишет указатель вот вот он там лежит обычно может и в другом месте лежать ну вот там как бы его хотят видеть некоторые операции и cx counter а значит почему counter потому что обычно в этот регистр кладут счетчики что такое счетчик вот если вы организовываете цикл ну есть операции которые являются цикле ну циклическими которые над кучкой данных например выходить за нулит строчку да куда-то вам надо длину положить строчки ну или там если вы хотите есть даже такая команда loop ну intel да она значит делает переход до тех пор пока пока я cx или cx не станет нулевым то есть счетчик цикла короче говоря так реализован да есть аппаратный цикл ну можно джампами там если то там все такое можно просто одной команды но это вы в этом мануале который стерли почитаете вот дальше еды x дейта ну ну какой-то регистр да он там иногда он используется там когда два объекта вы как-то адресуете иногда там в одном хочется сохранить все-таки источник там ну в общем считайте что просто регистр общего назначения в которое можно что попало класть вот здесь еще написано ввода вывода но мы не будем это рассматривать то есть процессор умеет помимо системных вызовов делать еще операции так называемые вывод и ввод в порт и это в intel называется in и out то есть когда вы не в память кладете а в какую-то вот как бы память устройства ну как бы до физически это что такое но считать что у процессора есть нога или набор ножек который называется портом вот физически там приделаны какие-то устройства ну там понятно к это коммутация их там туда приделывает но неважно считать что при припаяны вот если вы там хотите процессору сказать выведи число в порт это обозначает что вы виде не просто в смысле там в память как и запиши а в смысле уже вот физически вот вот туда куда-то порт в эти адрес вот в это вот место крепление на свои ноги короче говоря вот отлично до сюда понятно так хорошо поехали дальше а вот у меня вопрос а вот что-то я говорю здесь а bc x и bx а тут проценты написаны правильно тот кто вот начинал молодцы да значит синтаксис таков войти анти все регистры пишутся с процентами такое обозначение а почему не 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 на этот другой оперы я про это расскажу чуть попозже это все правильно это все хорошо а вот есть еще одна идея у меня такая странная вот у меня инфраструктура самого ассемблера она примерно разработана я ее сделал у меня есть ассемблер он там значит как-то работает вот а теперь смотрите какая штука у меня появляется новый процессор он почти такой же но там есть три новых регистра это уже как минимум мне в инфраструктуре в своей как бы не обязательно вводить новый там вот ключевое слово это регистр я знаю процент значит все что с процентом это регистр я просто проверяю а у меня нет на процессоре такого регистра ну ключиком кто-то задал компилировать для там не знаю арм но я немножко утрирую но тем не менее а там нет такого регистра все я могу точно определить чем проблема не они также что-то написано не понял да то есть проще с точки зрения так стать инфраструктуры регистр общего назначения 22 это просто 22 слайд вот это уже интереснее здесь придется вспоминать как устроена память и как передаются параметры помните страшный слайд из которого мы только верхний левый угол рассмотрели передача параметров в при вызове функции и при там я не помню вам показал или нет но мы к нему еще вернемся при прерывании вот значит смотрите вот у у нас есть объяснение теперь регистры которые используются для того чтобы вот работать там со стеком есть psp стек поинтер указатель тут написано стека содержит адрес вершины стека да то есть вот а вот смотрите если для данных память вот так рисуют тут то для стека память вот так рисуют ну вот так принято я не знаю то есть вершина стека это у нас е сп и обозначает откуда растет стек стек растет со старших адресов допустим это 0 x f f f f какой-то там f растет он куда вверх или вниз вверх правильно стек растет туда а здесь вот у нас 0 да я сказал оси они вот для стека так для этого так дальше поехали base pointer а нет это пока рано говорить значит давайте еще раз вспомним как выполняется операция перемещение чего-то в стек да смотрите у нас есть есть сп у нас есть так pointer сейчас я сотру у нас есть память и куда-то там показывает вот этот стек pointer ну забегая немножко вперед или немножко в сторону у нас есть команды push есть команда попу все понимают что они обозначают да вот теперь я кладу пуш что-то в стек пуш ну слово кладу что это значит это значит я беру вот этот вот е сп копирую данные туда куда он показывает адрес чего он содержит да то есть он же содержит адрес от регистр правильно вот то есть пуш равно что это такое это две команды первое ну я немножко так туповато объясняю но это должно быть для вас вот должен железобетонно понимать значит это переместить значение какое-то в то место куда показывает там е сп но не в самые спидал как-то так вот туда есть п положить положили а дальше надо увеличить стек на размер ну вернее не стека сам е сп увеличить на размер того числа которое мы скопировали правильно значит это е сп плюс ну сколько вернее минус уменьшить минус ну допустим там 2 ну почему наша стек вниз растет он вверх не может расти он там переполниться ну там уже граница чисел тут нету окей понятно да теперь что такая база давайте пропустим я к этому вернусь ладно когда буду про вызовы функции рассказывает просто сейчас мы запутаемся хочется про и по регистрам пройтись есть и еды и значит некоторые команды они оперируют с двумя объектами ну например там копирование строчки до или например вот эту строчку берем чет с ней делаем и результат кладем там в другое место памяти да ну вот копирование теперь типичный пример это просто пересылка байт с одного места на другой да и первое не нужно попортиться и 2 должно измениться вот вот обозначение такое и с и с сорс индекс да она тут написано до сорс индекс регистр да то есть вот и с и в таких операциях которые с двумя объектами в памяти работают указывает на адрес источника текущий ну то есть если он постройки 2 по строчке двигаемся он может меняться еды и соответственно destination дата куда копируем вот теперь сегментные регистры более интересно кто-нибудь помнит что такое сегмент и вообще говорил про это говорил кому кто-нибудь может сказать там было я был такой слайд называется структура адреса это правильно но это не полный ответ это частично и ну как бы частный ответ значит еще раз да вот адрес бывает всегда двух типов это либо линейный адрес то есть вот просто вот число в диапазоне там от нуля до максимального числа ну разрядность до системы либо это адрес состоящий собственно из смещения и базы вот база хранится в сегментном регистре база который прибавляется смещение сейчас нам это понадобится там через пару слайдов вот теперь то что вы сказали смотрите в зависимости от того в каком режиме процессор работает он может работать про intel мы сейчас говорим в реальном режиме то есть вот когда он только там что-то его загрузили там какая-то кусочек там начальный загрузчик считали передали в управлении он работает в реальном режиме то есть все адреса памяти могут быть использованы процессором да но все адреса которые вернее не процессором вот тем кодом который там исполняется без все какой бы то ни было защиты вот значит в этом случае в сегментном регистре лежит именно базовый адрес ну а с отброшенными какими-то там битами ну просто для того чтобы экономить место да вот это первое если же процессор переходит защищенный режим то база выглядит по-другому базовую база просто становится номером записи в таблице описания сегментов да вот вот это ваша половинка правильная совершенно спасибо да ну и соответственно поскольку нам разные объекты приходится адресовать постоянно у нас есть cs кодовый сегмент да или как бы память в которой у нас исполняемая программа которую мы исполняем да вот там еще будет час один я вам один еще регистр такой хитрый почти бесполезный вот который с кодовым сегментом связан каким-то образом дальше да это сегмент ds это сегмент данных сегмент стека ну вот я с фс и гс но считайте что это просто какие-то ну какие-то базы можно их там по-разному использовать вот и а нет не еще одна картинка да и разные но полезные регистры и айпи есть написано указатель текущей команды что это такое это адрес текущей команды а как этот адрес получен в реальном режиме этот адрес сад складывается из того что лежит в регистре cs кодовый сегмент где начинается база и того что лежит в регистре ей п или и п это смещение то есть вот мы складываем да и вот у нас получается адрес уже где лежит команда понятно да или не что так что сейчас подождите . не вы не поняли . возвращает текущий ну вот смотрите вы описываете команды да вот вы можете здесь метку написать вы можете назвать да а можете поставить точку то есть вот у вас написано move что-то что-то да правильно . это понятие ассемблера мы сейчас обсуждаем процессор там нет ни точек ничего там вот регистры есть то есть такие вот определение давали да то есть какая-то память которая именуется встроена в процессор именуется буквами вот этими да то есть такое архитектурная штуковина вот флаги значит флаги но f тут просто я написал потому что такое обозначение вот важные флаги которые вам могут понадобиться когда-нибудь это флаги кэри до лекаре не знаю кому как нравится у кого какие кулинарные предпочтения значит а перенос z это соответственно 0 а это соответственно переполнение и d это направление строковых операциях то есть когда вы работаете с двумя строчками да у вас есть есть такие операции да вы там мануал почитаете есть такие брать когда вы работаете строчками вы можете наказать заказать направление то есть что вам с счетчиком делать увеличивать или уменьшать вот это там вот флажок подняли и все дальше процессор сам разберется да конечно они короткие они не такой длины но они вот 16 разрядные но они это может поменяться то есть это не общее для всех процессоров но не коротенькие то есть они вот так не увеличиваются как основные регистры да как к разрядность потому что 65 тысяч пятьсот тридцать пять сегментов до возможно возможных баз в принципе для одной программы этого ну вот я даже себе представить не могу что это такое ну понятно да вот на может быть когда-нибудь это изменится но пока пока я не верю это вот окей значит для установки и снятия для установки снятия и проверки флагов существуют специальные команды пример есть команда тест есть команда там ну некоторые проверки встроены прям в команду то есть у нас есть команда jump например которая осуществляет безусловный переход но здесь вот метка до или адрес памяти а есть команда например джейн е или джейн z это одно и то же которая осуществляет который просуществлять условный переход если n и е или если n и z что такое n это not a z если не ноль или вот более логично not equal потому что когда мы что-то сравниваем строчки до обычно результат сравнения он как раз вот и и помещается в регистр да если счетчик кончился цикл вот в я цикстом счетчик кончился значит у нас в регистре z лежит 0 равно то бишь да а если не счетчик кончился если байты разные значит там что-то разное вот архитектурно чтобы вы понимали да из кусочков как сравнить две строчки у нас есть две строчки где-то написаны указатель на одну указатель на другую еды и если да а дальше смотрите мы просто одну из друга по байт надо одну из другой вычитаем 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 а дальше все очень просто счетчик кончился если счетчик кончился мы вычитали предыдущая команда ну 0 нам даст то есть при выполнении арифметической операции там 0 появляется автоматом ну если она равна нулю результат либо если больше например одно значение там появляется флажок заема вот я же не зря вам их тут нарисовал да а если меньше то там возникает флажок переноса то есть вот очень просто все арифметика она очень простая хотите можете там так понятно вопросы окей запомним что мы отложили одну как бы вопрос какой то вы так вот хитро улыбаетесь я даже думаю что что пропустил каким-то подвохом небольшим вот теперь дальше поехали source destination это типичные аргументы команды то есть команда она может содержать аргументы ну или операнды да может не содержать вот обычно их 2 . ну либо меньше вот больше не бывает то есть асэмблер очень простой дальше если без операндов то обычно используется чистый синтаксис процессора ну написано там чего без операндов но отличная инструкция но operation переводится то есть ничего не делать все вот вот такая отличная операция кроме изменения значения и айпи да вот ничего не делать это тоже команду нее сайд эффект который полезен иногда бывает а тики жире вода живет обязательно вот но иногда просто бывает смотрите это но по иногда вставляют вот когда когда так двух словах если мы синхронизируемся с какой-то там аппаратурой которая где-то там на шине там подключена каким-то образом иногда нам надо сделать ну хотя бы одну пустую операцию для того чтобы дать шанс ей захватить шину и что-то там передать если этого не сделать но мы просто будем тупо ну как бы а тот как бы и так и не успел ничего сказать ну потому что процессор быстро работает а ему там надо что-то дождаться там ну вот понимаете да иногда вот это делают что шанс ему захватить шину но это не надо вам так особо думать об этом теперь вот с операндами с операндами история такая вот есть команда move например она написана в инструкции там intel и к ней мы приделываем размер ну например да или что там у нас ну угол да лонг вот значит вот это синтаксисе и идти nt устраняет неоднозначность размеров пирантов которые из intel инструкции но как бы не всегда очевидно это очень хорошо это очень хорошо потому что вы свою программу компилируете вы делаете только догадку в какой среде она будет выполняться ну либо там конкретную среду иметь отработает и все вот на другой же не будет работа что там размер операндов другие ну вернее размер слова другой вот поэтому лучше четко писать и это вот здесь прописано в этом ассемблере так это выглядит немножко ужасно но ну так вот надо привыкнуть а теперь вот операнды да если перед операндом написано доллар это значит что мы что делаем какое-то вот значение берем да это не адрес это вот конкретное значение вот если это процент то это регистр и бывают еще адреса про адреса и дальше расскажу как адреса записываются внутри там ассемблера вот теперь важно написано команды не могут использовать более одного операндо в памяти что это значит я не могу написать вот здесь поставить две метки метка а метка б но не допустим там слова да и написать ну ну а б да не могу почему не умеет так процесса работать вот такая история это очень важно то есть иногда вы там можете подумать но отчетом но сейчас перешлем а нет нельзя то есть процессор все таки хоть и много команд содержит хоть и быстро работает но вот так не умеет поэтому если вы да давайте для сравнения строк есть специальная инструкция процессора вы загружаете регистры вы говорите ему вот это вот еды и там ну там если еды и да вот вы ему показываете а потом говорит сравнивай вот как он там реализован это это загадка но это не вы программу написали это уже детали реализации самой вот этой инструкции как она там может она там чё так я не знаю я не знаю это это фантазии потому что непонятно кого размера у вас этот может там закешировать а может сразу прочитать а может разобьет как-то это неизвестно точно полагаться нельзя полагаться на описание команд окей адреса ну наверное это самая запутанная вещь во всем и тенте синтаксисе работает она так вот пишется вот так то чтобы записать адрес я пишу так число какое-то да вот позиция я его пишу если как она не 0 я могу если 0 я могу любой из этих пропустить но самое печальное в том что я не могу пропустить запятую вот поэтому если на два нуля и в должен две запятые написать так дальше смотрите база да то есть базовый адрес какой-то индекс это индекс элемента да сейчас я нарисуем будет понятно и еще есть но индекс на мультиплеер да понятно то есть индекс на размер и offset вот offset ну такой вот я не знаю почему у них такой синтаксис фантастический но так получилось наверное исторически кто-то там что-то забил в доку успеху а там железе сделали и все уже но в железе то конечно не сделали асамбер ну не знаю вот так вот короче говоря значит что это обознать что что вот это такой ну вот формула я не буду переписывать понятно да то есть смотрите у нас есть только с другого конца надо у нас есть база это некоторый адрес в памяти вот 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 он какой-то да вот какой-то адрес это адрес значит базой может быть адрес любой обычно эта метка какая-то там или регистр или что-нибудь такой ну понятно да любой объект вы можете вставить как базу дальше индекс смотрите вот здесь индекс умножить на мультиплеер если у нас данные на чё похоже если данные у нас разного размера да мы вычисляем как бы смещение по тем индексом которые нам не нужны к следующему до к началу следующего какого-то там индекс плюс 1 правильно вот а дальше offset offset мы еще вот относительно этого адреса можем там туда-сюда подвигаться но все самое печальное в этой формуле написано в конце а в синтаксисе он в начале и выглядит это вот так а вот тут написано примеры да например вот это минус 4 и bx ну страшно да вот вы ужас да а на самом деле здесь написано что здесь написано база базовый адрес минус 4 все значит давайте теперь посмотрим вот просто просто процент и bx значит скобочки это важно вот скобочки это не просто так черт да вот это синтаксис указателя значит но вы используете там чар звездочка и счастлива вот тут немножко повеселей значит скобочки важны их опускать нельзя запятые важны если вы работаете ну вот если у вас нули короче говоря да вот ну что-то нулем является вы можете это опустить но если у вас этот 0 в начале например база нулевая вы как бы не можете объяснить ассемблеру вы чё вообще там складываете то то есть это вот первые два аргумента или последние два правильно поэтому вот это важно многие там ну вот почему это самое туманное я тут ошибся там плюс-минус 16 а тут 4 да это это баг презентации там должно быть 4 я написал сначала 16 потом она мне как-то выровнялась неправильно я тут поменяла там забыл ну как обычно нет где бажил примеры но минус значит 4 и 4 и bx ну то есть это вот это будет это ну черточка до от списка вот 4 минус 4 значит что это такое это просто у меня есть и bx я хожу на два ну на четыре байта назад ну то есть в памяти я влево иду если она так нарисована до туда увеличивается когда это используется как вы думаете что это вообще такое вот плюс 4 например вот так вот 4 и bx это такое ну но не 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 а какого массива же а 9 не тут индекса массива нет понимаете непонятно вот у меня есть структурка в памяти какая-то int там чар еще чего-то вот для того чтобы вычислить ну следующий ли какой-то до внутри структуры я знаю сколько до него байтов и относительно вот а а вот в я бы их слежит адрес начала структуры вся к нему прибавляю вот получается у меня элемент поле структуры правильно а вот это уже указатель массиве база нулевая ну 0 тут базу смотрите база 0 то есть вот эта вся штука превращается в ноль база базовый компонент дальше индекс умножить на мультиплеер то есть если у меня в массиве лежат байт не байты хорошо слова 2 байтные числа шорты да я беру их умножаю на мультиплеер то есть вот 5 это размер да здесь лежит что ну знаете вот это сам стринг это адрес в памяти да за мной следите еще вот строчка называется сам стринг да это вот метка адрес в памяти что лежит в я бы иксе что такое 5 но хороший вопрос давайте кто первый ответит тот молодец ага и чего это тоже опечатка я думаю да да это это опечатка до 4 там стоит например 4 и что это это размер операнда правильно то есть это массив по вот этим вот ну каким-то вот помните там типы данных были вот по каким-то размерам вот да да нет ну в смысле ну в смысле вычисления не изменится ну просто так договорились да но тем не менее да ну вот так offset пишется первым ну вот как то так вот а дальше давайте вот до сюда все понятно или нет что непонятно вопросы задайте так окей пойдем дальше секции значит ответ на вопрос вот собственно то что генерирует вот этот вот ассемблер потом ведь должно быть слинковано правильно и потом должно быть ну как бы вот тогда уже это можно запустить правильно но если мы посмотрим на формат исполняемого модуля да там есть разные разные типы данных которые там лежат да вот разные по смыслу да вот текст программы вот я бы код написал но не текст написали лежит секции обычно текст да значит дата там лежат данные некоторые ну вот вы если начнете значит программировать вам обязательно в секцию дата надо писать данные потому что иначе у вас ассемблер будет проверять что вы пытаетесь там как-то нехорошо с кодом поступать это можно вообще поменять свою программу прям в памяти до полиморфные там вирусы сами себя переписывают и нормально вот но значит вот как бы вообще правило такое что разделять код и данные жестко разделяется он по секциям вот но есть еще такое не обязательно я просто для того чтобы вам если вы встретите вдруг бсс что это такое это статическая не инициализированная память там можно выделять место то есть если вы определили все или все плюс плюс статическую переменную и не инициализировали и она туда попадает ну все да и в ассемблере можете да то что что чем отличается статическая переменная динамической нет неправильно статическая выделяется в сегменте статических данных динамическая выделяется в куче автоматическая выделяется стеки в стек перепутали еще раз да статическая у вас содержится прям ну в экзешники вот вы написали hello world программу на сет компилировали открыли файл в редакторе смотрите там есть на hello world это статическая но она правда инициализированная статическая память да она там есть уже сразу если вы автоматическую переменную используете это когда происходит когда вы вызываете функцию у функции есть там параметры например да и переменные у вас вы выделяется так называемый стыковый фрейм да вот там было где-то на слайде на слайде стыковый фрейм и обещал к этому вернуться настало время видимо вот стыковый фрейм то есть предположим у вас есть функция там какая-нибудь ф стима тыкс игрек и тут есть int int п дальше но я носи специально пишу да п равно x плюс y return п вот такая странная функция когда эту функцию кто-то вызывает обычно но есть разные как бы соглашение вызовах ну рассмотрим один из них когда эту функцию кто-то вызывает он кладет в стек вот эти два числа то есть он увеличивает вот стек пойнтер до уменьшает вернее да там на какие-то количество туда это копирует правильно потом делает условно делает джамп сюда то есть просто меняет значит вот адрес следующей команды вот меняется да теперь здесь вот здесь надо же вот эту переменную тоже как-то где-то хранить правильно мы же не можем вот на ассемблере так написать int p чуть такой непонятно а здесь уже значит происходит вот что когда компилятор видит эту функцию то но и как компилирует он делает первую команду вот здесь вот ну зависит от компилятора да ну например так enter такая команда типа создать стековый фрейм и у него тут 8 это значит что вот если это переменная 8 размера да то вот да да именно так то вот это п вот это п транслируется в какой-то ну ебпп напишу так ебпп ебпп плюс сколько-то там но в зависимости сколько переменных мы здесь выделили вот и вы переходите потом к следующей команде то есть смотрите у вас вызывающие в стеке выделяет под аргументы ну например это одна из тактик по разному бывает вот а компилятор который вот сама функция если хотите да она еще в стеке выделяет но уже под локальные переменные вот вам стековый фрейм то есть это вообще не это вообще не сложно вот есть указатель вы просто хоп выделили сначала под аргументы потом хоп выделили еще под локальные переменные все весь стек вызвали куда-нибудь опять запушили что то есть оно все там хранится и в каждом месте достаточно хранить только вот указатель базы да вот теперь получается смотрите где-то тут были эти регистры вот можно так сделать вот указатель базы кадра стека для произвольного да там трата то вот это вторая 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 часть да как только вы попали функцию вы же начнете в стек что-то пихать потом позже да но вам хотелось бы иметь легкий доступ к аргументам которые вам передали правильно вы берете вот сохраняете указатель на стекле bp и теперь у вас ебпп всегда показывает сколько бы в стеке там куда бы стек не убежал у нас всегда показывает в то место где стек был когда к вам пришли когда джамбл ну когда переход был в это место понятная идея что такое стековый фрейм вот когда вы пишете там не знаю я надеюсь что я вам все-таки это покажу успеешь не не смотрите вы должны правильно вы должны сохранить его каждый раз то есть если вот у функции есть пролог как бы да поищите я не буду туда углубляться мы просто времени до функции есть пролог некий да он связан с организацией вычислительного процесса то есть вот вы передаете какие-то значит ну вызовы друг друга вызывают да вам надо как-то этот стековый кадр организовать это вы решаете вот вы разработчик там не значил операционной системы или компилятора да вы решаете как как это организовать вы договариваетесь хорошо вот я использую там ебпп так то есть п ну как бы железобетонного вас используется так как смысле стека да вот и вывод его если надо сохранять и вы его тоже в стек можете положить не проблема понимаете вот то есть ваша задача просто понимать вам надо вы как бы вас какой инструмент первое вам нужен запихивать параметры стек произвольное количество потому что вы не знаете какая глубина вызовов да это первое а второе вам надо внутри каждого места знать где начало стекового фрейма который относится к текущему вызову вот вы его например можете положить в ебпп искать вот так будет да и все если вы куда-то там передаете ну вот топ снова его положите перед тем как все испортить все а когда делаете возврат return да здесь есть тоже какая-то команда live да ну или ред с аргументом до начнут по-разному опять же да можно сделать вот но это уже на смотреть описание команда вы просто восстанавливаете стек а потом мы договорились что если вы возвращаете значение кто-то больше чем регистр вы тогда в стек его к или куда-то в память кладете куда хотите вот но вы всегда смотрите все же очень хорошо вы стек то восстанавливаете правильно но значение можете положить в область как бы не занятую стеком правильно ну какую-то вот массив большого положили сюда а стек восстановились так вам зачем нужен потому что я сейчас буду ссылаться на параметры ну дальше или как-то стек использовать нельзя его разрушать но поскольку я попал обратно в программу из-под программы стек у меня сохранился здесь лежит значение которое я хочу поиспользовать я еще не сделал не вызвал ни одной инструкции которая бы его испортила кто там целеньким лежит это значение ну такая идея как бы возврата объектов стеки что там место есть здесь есть проблема небольшая проблема такая что вот стек когда ограничен например да стэк когда ограничен он чем ограничен ну нулем ограничен ну либо как бы базой регистра база и сегмента да вот то есть вы идете 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 потом пыль сюда уперлись вы говорите push а что такое push push это переполнение вот этого регистра ну либо получение такого адреса по которому вы не можете взять значение все это уже как бы вот проблема сегмента и шин фолд или какая-нибудь штука ну стэк оверфлоу да вот проблема понятно значит такое в реальном режиме это так было это просто сп переполнился да у вас вместо там 001 получилось минус там сколько-то там то есть опять вот здесь оказались да и тут вы начинаете вот потихонечку свой стек по которым вот по второму разу записывать записывайте записывайте потом чук обратились к значению в стеки смотрите там что-то странное лежит не замечаете этого идете дальше все рухнет рухает вот еще вопросы есть ну да вот вы ровно на один вот меня перегнали ну ладно вот здесь был вопрос что-то про бсс там да ладно передача параметров вот только что мы это обсудили всем понятно как параметры в стеке лежат примерно хотя бы на самом деле это вот в инструкции из которой я вам слайд выдрал в прошлый раз там это нарисовано как в каком случае стек устроен что там кладется здесь надо понимать следующую вещь есть соглашение который процессор использует есть соглашение которые операционная система использует есть соглашение который компилятор использует вот это надо понимать то есть у каждого из них есть определенная свобода как-то организовать вычисления ну как передача параметров в стеке в регистрах памяти вот что такое передача параметров в регистрах понятно в стеке объяснил в памяти это что такое чему все соответствует передача параметров в памяти вот все что это такое это глобальная переменная эта метка это адрес который знают все участники этого процесса да я положил переменную а и вызвал без аргументов стек не портил ну там по портал чуть-чуть значит вызвал она идет по этому адресу и берет это значение это глобальная переменная как бы то есть память это глобальный перемен завел здесь слово какое-то word или там лунг туда положил 8 и сделал кол то есть расширил регистровое пространство это опасно но это иногда используется потому что некоторые вещи могут быть всегда привязаны особенно это используется для чтения да кто-то положил все знают начальный адрес на глобален и там вот можно по нему читать чтобы там не передавать эти значения вот вызов функций call лейбл то есть функция с точки зрения языка ассемблер это не какая-то там прототип там что-то еще это просто метка в память call просто делает push там чего адреса возврата да и jump и переход на этот адрес все возврат из функции совершенно red return да все то же самое берется адрес и все вот и вся весь процессор работает быстро просто понятно вопросы есть по вызову функции у меня есть вот вам надо вызвать функцию putz где вы его возьмете в ассемблере есть идеи кроме тех кто сделал домашку идей нет а где функция putz вообще есть все правильно а в линуксе есть библиотека называется так и называется липси вот значит посмотрите пожалуйста я не буду вот это рассказывать как там собирать линковать и так далее но могу просто сказать двух словах если вы пишете компилируете программу с помощью gcc просто строчки gcc без аргументов без ничего у вас на выходе будет файлик а . out и там будет лежать ваша программа скомпилированная слинкованная со всем что надо кто хочет получить фан может повызывать ассемблер как as с одной с и лд это линкер пожалуйста читайте мануалы я сознательно часть не рассказываю для того что чтобы вам сделать лабораторную работу чтобы превращать ваш труд в интеллектуальный давайте что динамик лодер ну не знаю ну лд это все линкер ну как бы да и и и линкер и лодер там это очень связано как бы то есть там идея ну давайте как в другой раз я просто тут уже не успеваю а если напомнить я вам расскажу системные вызовы системный вызов это прерывание зачем нужно прерывание не помните чтобы кого-нибудь прерывать да я думаю передать управление прерывание нужно для того вот в реально защищенном режиме да у нас сейчас вот все работает защищенном режиме да вот линк запускать он защищенном режиме работы что это значит вспоминаем это значит что ядро выполняется в одном месте с одним набором команд расширенных ему доступна вся память а программа пользователя вызывается работает в каком-то вот очень таком специально созданном адресном пространстве с сокращенным набором команд вот ну не все команды можно в юзер моде делать да поэтому чтобы вывести чтобы вывести там hello куда-то значит надо вообще-то в память это записать которая вот память это устройство от маплина куда-то с устройством напрямую пообщаться это тяжело это нельзя в юзер спейс поэтому прерывание нужно для того чтобы позвать ядро мы делаем int у ядра что там вызывается обработчик прерывания и то есть ядро начинает исполняться это его кусочек так вот вот здесь написано со звездочкой видите значит в мануалах я специально это может быть я даже ошибся в общем идея заключается в следующем для того чтобы сделать системный вызов вам нужно вызвать прерывание с номером 80 он зарезервирован под все системные вызова а номер вызова здесь написано положить в x номер потому что сисколов много номер вопрос где взять номер как его найти значит ответ такой в интернете можно поискать а можно искать не в интернете вот я поискал не в интернете вот где-то на какой-то виртуальной машине на которой я все это экспериментировал меня вот нашелся в файле таком-то другой машине вот на хост машине там у меня такого файла нет ну можно так сказать путем нехитрых размышлений найти здесь и сколы значит сколы такой просто список в общем то и номер сискола он там явно не на не написано зато можно посчитать 1 2 3 4 5 вот это грустно но можно это грустно вот так потому что этот файл генерируется на самом деле он генерируется но есть одна идея но есть файл котором на самом деле номера то можно найти но идея такая единожды создан сискол номер сискола не может быть изменен не бывает так что сегодня у меня там по номеру один там райд а прошло там три года ядро поменялось у меня по номеру один стала там не рай то что не грит почему потому что ну неизвестно вот на каком я в ядре буду работать сисколы вот они и вообще надо понимать что несмотря на то что сисколы это стандартный механизм от передачи управления ядру и так далее количество сисколов ограничено очень сильно ну то есть добавить сискол это ведро это очень редкое событие этого его практически никогда не бывает это точно абсолютно точно так ну вот значит параметры вот если их 5 то они вот так в регистр записываются 1 2 3 4 5 так далее если их больше пяти то найдите решение ну то есть мы просто не минутам есть какая-то схема значит где это написано вот советую вот сходить в это вот место source for штамп тратата ну вам выложить же слой да там такая более менее хорошая значит список сисколов аргументов то есть понятно да так теперь у нас осталось пять минут и я должен успеть вам рассказать очень много но что вы можете сами найти в справки и презентация вас будет я не буду это руками делать но могу сделать час если успеет а кто знает что такой гцц так а кто с помощью гцц чего-нибудь отлаживал так понял примерно 8 гдб 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 ссоре я оговорился гдб отлаживал с помощью гдб так но в общем на много народу отложил окей тогда я быстренько просто пробегусь значит гдб это дебаггер да ну дебаггер не такой как вы привыкли ну кто-то может быть из вас привык где-нибудь там мышкой тыкнул там пуск там она там встала там что-то нарисовал нет это такой командный дебаггер к нему написано много разных фронт-эндов более того под линуксом я уверен что подавляющее большинство любых инструментов разработки внизу используют гдб что можно с ним там поговорить о чем-то так я сейчас вот быстренько пробегусь по слайдам они все собраны в общем-то из документации по гдб но значит важные вещи я вам скажу остановлюсь значит когда вы компилируете свою программу чтобы и носили там на ассемблере чтобы увидеть ее листинг вообще в гцц какой-то вот метки там вот это все красиво и надо включить отладочную информацию значит надо компилировать ключиком минус джей минус g3 и не думать об этом смысл вот тут написан примерно дальше запускать гдб экзекьют и был значит если у вас кордам кто не знает что такое кордам так прекрасно вы запускаете программу а она работает а потом пишет segmentation fall fall core dump что это непонятно вот значит кордам это образ памяти в момент краша то есть когда программу убивают ну kill послали ну или там не знаю control цена ну я не знаю ну что-нибудь там сломалась она короче по нулевому адресу что-то вы там записали ее убьют и операционная система просто убьет но перед тем как она убивает она дает вам шанс разобраться как она это делает она берет память всю связанную с программы каким-то образом но сохраняет на диск файл называется core в однопоточной программы и core . идентификатор процесса или там потока многопоточной программе ну вот но это вам не понадобится потом нам понадобится может быть дальше когда вы запускаете скором вы во первых у вас гдб встает прям на ту строчку где где она упала плюс там поскольку вся память сохранена там полностью вот так как это называется бак трейс да вот это все стековые фреймы которые только у вас были начиная там с думай на ну умей на нет там стекла фрейма но ну домей на просто какой-то код тоже вызывается ну например для того чтобы параметры хотя бы взять с консоль кида если вы там с аргументами командной строки это делать вот но самая прекрасная фича гдб это возможность отладки живых процессов вот у вас процесс работает запускаете гдб пишите attach номер или пишите вот так гдб экзекьют и был минус пит и процесс айди вот вы туда у вас веб-сервер до работает вы не знаете как вообще отлаживать что он отлаживается только когда в этом завод когда запрос такой посылать он падает а как это в гдб с дико веб-сервер запустить гдб никак запускай ну вот ну потому что вы запускаете веб-сервер он у вас работает вы берете гдб делаете attach потом ставите точку останова прямо в этом процессе а потом свой запрос посылаете но нам станет амбина очень полезно core файл если вы сделаете то что я сказал убьете программу увидите core dump надпись но файла не увидите для того чтобы это включить но по умолчанию выключено нам написать вот такую магическую значит комбинацию у лимит минус c unlimited обозначает она следующее что установить безграничный размер core dump of по умолчанию равен нулю ну то есть вот если не влазит core dump не создается понятно да то есть это важно так это мы пропустим времени нет так ну значит чё гдб умеет делать получать разную информацию выполнять программу выполнять по шагам значит ставить точки останова всякий там стек смотреть навигацию по исходникам при печатать значения что вам из этого все это все справки можно найти man gdb или info gdb там ну или в интернете там gdb инструкция есть а вот help написать самом gdb самое рекомендую что вам надо вам понадобится вот info registers чтоб посмотреть а вот в каком состоянии у вас регистры сейчас потому что вы там будете конечно по инструкциям ходить и чего переменных нет непонятно что делать да сейчас я может быть какой-то workflow небольшой покажу так выполнение программы но тут все просто давайте так я может быть вот степ и и next и это gdb шагает по ассемблер ным инструкциям то есть обычно он шагает по строчкам кода ну или по функциям да там вызывает но это строчки кода короче говоря вот вы можете внутрь сходить внутрь ассемблер ну понятно да то есть вот так break это вот все куча с брэкпоинтами вот хорошая вам понадобится если у вас все будет падать например bt backtrace запустили программ откапилировали запустились упала у у лимит минус цен лимит от запустили еще раз упала кор виден запустили все gdb вам стал в том месте где вы упали делайте bt или backtrace значит вам весь список стек фреймов откуда кто кого вызвал так ну info frame это все лист показать листинг программы когда вы запустите gdb там ничего не будет я сейчас чуть-чуть покажу вам быстро но если вы мне позволите занять три минуты следующей лекции так все значит вопросы общего характера по gdb есть отлично тогда маленький значит сейчас я попытаюсь вам слишком много не показывая чтобы потому что вам надо самим же сделать все-таки какую-то я попытаюсь вам чуть-чуть показать про gdb значит основной workflow что должно быть по идее вы не выкладываете это до следующего я шучу ладно там ничего страшного не будет я сейчас сделаю чтобы это видно все просто надо уменьшить это он часто таким большим станет что я просто не смогу подвинуть так есть прекрасный профайл называется white big всем видно вот прекрасно не помню какая из них какая но вот сейчас я какой-нибудь сейчас вот так сделаем чтобы всех карт не показывать я тут сделал какую-то очень простую а отлично вот программа которая называется hello world без hello давайте ее разберем но опять же это ваш ой какой текст ну видно вроде но тут не видно то есть смотрите первое но я там хотел кое-что пообъяснять но это пропустим значит первая секция текст тут пишем код дальше пишем любые метки которые нам нравятся но обычно у вас может начать хотеть линкер старт или main или еще чего-нибудь если он что-то хочет значит просто можете добавить эту метку ну main да вот как все начинается с моей на где взять они эту а как в программе main сделать на ассемблере метку сделать но чтоб к линковщика я увидел он зал глобальный то есть вот там global ну . global это вот собственно определить глобальное имя то которое видит линковщик дальше вот и все остальные метки вот например begin да это метку я сделал для того чтобы продемонстрировать например что можно точку останову поставить то есть я могу прямо середине программы поставить метку назвать ее как-нибудь сделать глобальной это не будет не функция ничего ну просто куда какое-то имя я в гдб могу там точку останова поставить это просто экспортируемый символ он известен у него адрес есть вот дальше вот что здесь происходит ну тут пуш я забыл удалить а нет все нормально происходит строчка hello world это что такое знаете правильно это строчка заканчивается вот тут нету ним там нету там нуля нету не видно вот это нулевой символ вам же говорили что он есть вот вот он где же есть да но он секции да тогда обратите внимание вот то есть вот у вас вот эта штука не вот 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 эта штука не будет работать если это будет не в дата но это с точки зрения безопасности вот а дальше вот так смотрите call put school exit все что а что у нас двадцать второй строчки на старой строчке потому что если там написано аске там есть 0 а если написано не аске ну это я тут просто экспериментировал я не так не особо собирался показывать значит как должно собираться gcc hello по идее должно собираться вот так то есть не вот я ничего не написал да никого подвоха нет получился файлик out ну давайте его удалим на всякий случай а то вдруг я вас дурю вот она аут да теперь смотрим значит gdb вот этот вот а аут да но что-то запустилась я хочу поставить точку останова вот она встала да там есть команда такая лист хочу посмотреть на список ups нет символов а я программу хочу и правильно в чем проблема проблема в том что я тут забыл ключик написать минус g3 так повторяем экзекуцию . останова main вот у хорошо и то есть что у меня breakpoint теперь я пишу run ups вот я остановился breakpoint номер один да что такое вот я могу например а а теперь меня собственно по сэмблер инструкциям походить охота но первых посмотреть регистры ну вот такой наборчик ну регистры настоящие посмотрите что в них загружена посмотрите где что вот ей п вот тут лежит вот эта штука вот она указывает на main да все по-честному у кого это раздражает может себе сделать подсказку ну вот есть такая вот картинка которая похожа на дебаггер то есть если вас вот совсем так вот раздражает то вы можете значит вот походить вот здесь да дальше уж такое и вот видите вот я пошел да давайте давайте вот сейчас посмотрим инфо инфо-фо-регистерс да вот что там есть у нас там написано их не вылазят да где-то там сейчас еще раз маленький очень экран очень плохо но поверьте мне на слово посмотрите сами да вы можете посмотреть вот после пуша как изменился регистр стека например да вот куда он теперь показывает можете посмотреть память да пожалуйста сделаете научитесь отлаживать свои программы то есть hello world сделан для того чтобы ну вы освоили вот эту всю кухню вокруг то есть сам по себе hello world написать как бы не сложно научитесь его сами отлаживать и пожалуйста забудьте все что я вам показал тут вот сейчас смысле текста программы да ну потому что как бы ну а ну ладно я вам так скажу что если вы это сейчас вот как бы у меня просто пошлете туда вы просто не будете обладать теми знаниями которые позволят он двигаться дальше вот так что хороший мотивация вопросы есть давайте что что на самом деле на самом деле эти но повезлились значит они могут прийти откуда угодно вот например у вас есть сегмент отладочный сегмент вот этих вот отладочных данных да он как он выделяется сегмент какой-то большой кусок он сначала инициализируется например но по миле нулями или еще чем-то а потом туда просто данные записываются вот и все то есть смотреть что там дальше смысла большого на самом деле никогда нет как правило только если вы не хотите понять но по какой памяти выходите то есть бывает так что вы куда-то сделали